В ежегодном заседании приняли участие представители прокуратуры, правоохранительных органов, учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних районов. Председатель комиссии Инна Хаустов отметила, что одной из главных социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, поиск путей снижения роста преступлений молодежи и повышения эффективности их профилактики. Здесь присутствуют все, кто заинтересован в том, чтобы наше общество было воспитанным, высоконравственным, и я думаю, что мы все для этого здесь, в общем-то, мы и работаем для этого. О состоянии преступности среди несовершеннолетних и мерах по ее предупреждению доложила исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Лобинскому району. Разработаны новые маршруты патрулирования. С учетом анализа преступности за 2017-2018 год и сложившейся оперативной обстановки на территории муниципального образования Лобинский район, увеличено проведение рейдовых мероприятий на территории Владимирского сельского поселения. Также одной из мер профилактики является формирование у детей правовой грамотности воспитания в отношении преступлений против личности. С этой целью сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в 2018 году в образовательной организации проведено и прочитано индивидуальных бесед 812. С сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ведутся и другие профилактические работы, основная задача которых не допустить повышение уровня детской преступности. Александр Захарин отметил, что необходимо вести постоянную профилактическую работу и перечислил основные причины детской преступности. Основной причиной, на наш взгляд, является несвоевременная диагностическая работа, позднее выявление детей, которые склонны к правонарушению, недостаточная профилактика. То есть порой дети совершают преступления и потом они уже для себя делают выводы, осознают, что оказывается, есть это последствия, что грозит наказание родителям, либо им и так далее. Важным фактором снижения преступности является занятость детей в различных кружках, спортивных секциях. На сегодняшний день около полутора тысячи школьников обучаются в казачьих классах и группах. Активно ведётся работа по привлечению детей в образование духовно-нравственной и патриотической направленности. В Лобинском городском поселении создана и успешно работает территориальная комиссия. На ней рассматриваются персональные дела семей, находящихся в социально опасном положении. За 2018 год специалистами администрации города составлено 67 административных материалов на родителей несовершеннолетних, допустивших правонарушения, которые переданы в Лобинский городской суд для привлечения родителей к административной ответственности. Также рассматривался вопрос и были закреплены сотрудники администрации города за несовершеннолетними, состоящими на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района, находящихся в опасном социальном положении, и закреплённые сотрудники в каникулярные периоды посещают несовершеннолетних на дому, проводят с ними беседы, с их родителями встречаются с целью недопущения совершения правонарушений и преступлений вновь. Достижение желаемого результата в профилактике правонарушения несовершеннолетних возможно лишь при условии взаимодействия всех субъектов профилактики. На сегодняшний день мы понимаем, что подростковая преступность – это одна из самых актуальных тем, и в том числе в нашем районе. И наша задача всех органов системы профилактики и комиссии, как координирующего органа, именно выработать ту стратегию, те направления, которые бы объединили все усилия наших органов, для того, чтобы предупредить о совершении преступлений несовершеннолетними на территории нашего района. Принятая в результате работы координационного совещания резолюция была доведена до сведения участников, одобрена и взята в работу. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА».